здравствуйте уважаемые студенты сегодня мы с вами рассмотрим следующий нашу лекцию которая называется сегментация рынка то есть мы до этого рассмотрели с вами темы которые касались маркетинговых исследований маркетинговой информации мы с вами рассмотрели маркетинговую программу мы с вами рассмотрели прогнозирование рынка то есть сегодня мы будем с вами рассматривать сегментацию рынка для чего это нам нужно сегментирование рынка вот посмотрите пожалуйста схема сегментации рынка сегментация это деятельность по и по выявлению потенциальных групп потребителей конкретного товара основная цель сегментации выделение целевого рынка И целевого сегмента. А что такое целевой рынок? Целевой рынок это потенциальный рынок фирмы, который определяется совокупностью людей со схожими потребностями в отношении конкретного товара или услуги, достаточными ресурсами, а также готовностью и возможностью покупать. Целевой сегмент – однородная группа покупателей целевого рынка фирмы, обладающей схожими потребностями, покупательскими привычками и отношением к товару фирмы. А как вы вообще думаете, зачем вообще нам нужна сегодняшняя тема сегментации рынка? Для чего вообще нужно? Нужно ли вообще сегментировать рынок? С какой целью это производится? Как вы считаете, на ваш взгляд? Чтобы мы смогли найти свою целевую аудиторию, смогли продать свой товар. Если вы купите товар, допустим, для пенсионеров и пойдете его продавать среди молодежи, естественно, у вас этот товар никто не купит. То есть, если купить, единичные могут люди купить. А если вы конкретно изготовили товар, допустим, для престарелых людей, то надо идти находить целевые рынки, именно сегментировать рынок. То есть, знать, где находится такая категория людей и идти непосредственно им продавать. Тогда у вас продажи возрастут, тогда вы и прибыли у вас возрастут. То есть, сегментирование – это просто необходимое в рыночных отношениях и вообще для маркетинга необходимые задачи. Значит, принципы сегментирования, вот здесь у вас на слайде идет, это принцип различия между сегментами, принцип сходства потребителей, требования большой величины сегмента, измеримость характеристик потребителей и принцип достижимости потребителей. Так, вот посмотрите, пожалуйста, методы сегментации. Какие существуют методы сегментации? Метод сегментации – это разбивка совокупности объектов на группы по наиболее значимым признакам. Например, вот идет сегментация, вот полная выборка. Что такое выборка? Мы с вами на прошлом занятии говорили. Выборка – это когда вы берете определенную группу людей, которые именно вам подходят из этой выборки, и на основе этой выборки, допустим, вы делаете сегментацию. Вот вы делите мужчины и женщины. В то же время можно разделить на город-село, то есть люди, проживающие в сельской местности, и люди, проживающие в городской местности. То есть это один из методов сегментации. И дальше, значит, показывают следующий метод. Это метод многомерной классификации, то есть кластерного анализа. Что это такое, мы сейчас с вами посмотрим. Вот смотрите, критерии сегментации потребительского рынка. Как можно, значит, сегментировать? Региональные критерии – это отличительные черты городов, областей, регионов. Расположение региона, численность, плотность населения, транспортная сеть региона, климат, структура коммерческой деятельности, совокупность средств массовой информации, динамика развития, юридические ограничения. То есть вот это все должно учитываться. Эти критерии должны обязательно быть учтены. Дальше смотрите. Критерии сегментации потребительского рынка. Это демографические критерии. Основные особенности отдельных людей или групп. Это смотрите, что относится к демографическим критериям. Это возрастные критерии, пол, уровень образования, мобильность, дифференциация доходов, профессия потребителей. Семейное положение, персональные демографические профили. Это понятно, да? То есть это наиболее понятная, по-моему, сегментация именно по демографическим критериям, когда мы четко понимаем, это мужчина, это женщина, это такой возрастной категории, это такой уровень образования и так далее. То есть это достаточно понятный критерий сегментации. Дальше смотрим. Критерий сегментации потребительского рынка. Это жизненный стиль потребителей. Определяется, как люди живут и расходуют время и деньги. Социальные группы, степень использования товара, опыт использования, приберженность торговой марки, типы личности, отношение к фирме и ее предложениям, мотивы совершения покупок, важность покупки. Вот вы мне скажите, пожалуйста, социальные группы, вот первый критерий. Какие социальные группы вы знаете? Меня никто не слышит из 25 человек, хотя не знаю, сколько сейчас у нас в группе, то есть на зуме. Меня никто не слышит, да, ребята? Связь плохая? Нет, сейчас уже лучше. Меня слышно, да? Я вот спросила, какие социальные группы вы знаете? Что такое социальные группы? Так, у нас 15 человек, где 10 человек оставшиеся? Как всегда, вас мало. И, пожалуйста, не забывайте сфотографировать и отправлять мне. Это нужно для отчетности. Так, никто не хочет отвечать на вопрос, да, что такое социальные группы? Я не поняла, вообще меня кто-нибудь слышит? Гумар, вы меня слышите? Здесь идет, например, можно сказать, что профессиональные группы? Я вас слышу, просто не знаю. Конечно, вот социальные группы, например, в анкетах пишут, допустим, вы служащие или рабочие. Что значит служащие, что значит рабочие? Рабочие – это тот, кто выполняет более тяжелую физическую работу, да, а служащий, который работает, допустим, в каких-то организациях, там, менеджер, там и тому подобное. Вот это есть социальные группы, то есть еще какие социальные группы можно выделить? Возрастные, молодежь, пенсионеры, например. Можно даже так, да, можно. Молодежь, пенсионеры, еще какие социальные группы можно выделить? Этнические можно? Конечно, конечно, этнические, совершенно верно. Молодцы. Это кто мне отвечает? Саида. Саида, молодец. Значит, вот с этим все понятно. То есть мы с вами более-менее разобрали критерии сегментации потребительского рынка. То есть для чего это делается? Вот, например, такой признак есть, смотрите, как степень приверженности к торговой марке. Допустим, если вы постоянно покупаете торговую марку, например, Samsung, то есть надо посмотреть, сколько людей предпочитает, допустим, эту марку. Или тип личности. Что значит тип личности? Как мы это представляем себе? Тип личности. Ну, люди с разными характерами, со своими образами жизни. Конечно, все правильно, молодец, умничка. То есть это, получается, именно те люди, которые в силу своего характера, в силу своей, так сказать, воспитанности и так далее покупают ту или иную вещь. Вот, поэтому это все надо, все это, вот для чего мы это посмотрим, различные критерии, да, сегментации. То есть можно по-разному сегментировать рынки. И это надо делать, чтобы лучше понимать рынок. Так, дальше смотрим. Критерии сегментации промышленного рынка. А что такое промышленный рынок? Что продается на промышленных рынках? А, Гумар, я не слышу вообще вас. Гумар, вы есть вообще? Симон? Я же вам сказал, я есть, вы меня не услышали. Это кто? Гумар? Это Гумар. Очень хорошо, Гумар, скажите, пожалуйста, если вы есть, прекрасно. Значит, смотрите. Промышленный рынок. Что продается на промышленных рынках, Гумар? На промышленных рынках, наверное, продается какие-нибудь, как сказать, для предприятий, например. Совершенно верно, для нужных предприятий, да, вот станки, там вот зачем их на рынках не будут продавать. То есть то, что нужно для, как вы совершенно правильно сказали, для производства и так далее. Значит, здесь рассматривается, смотрите, сектор промышленности, размер фирмы и географическое положение. И помимо этого рассматриваются рабочие характеристики, применяемая технология, использование данного товара и технические и физические ресурсы. Это понятно, да? То есть это, получается, критерий сегментации промышленного рынка. Дальше смотрим, дальше продолжение этого слайда. Методы совершения закупки, наличие центра закупки, иерархическая структура, отношение покупатель-продавец, общая политика закупок. Критерии закупки, ситуационные факторы, срочность выполнения заказа, применение заказа, размер заказа, личные качества покупателя. И вот теперь у нас настал основной вопрос. Значит, как мы будем выбирать целевого выбора, как вообще будет происходить выбор целевого рынка? Здесь, когда вы этим вопросом будете заниматься, непосредственно надо такие вопросы занять. Каким бизнесом будет заниматься фирма? Каким бизнесом вообще ей стоит заниматься? И каким бизнесом не стоит заниматься? Целевой рынок может быть определен по технологическому измерению, функциональному измерению и потребительскому измерению. Что значит технологическое измерение, ребята? Технологическое измерение. Садыков Симон. Там технологии нужны всякие. Совершенно верно. То есть технологическое измерение. Вот, например, вы открываете бизнес обыкновенный. Допустим, продаете лепешки. Вам никакой технологии не нужно. Один тандыр вам достаточен. Правильно? Или вы изготавливаете какую-нибудь сложную медицинскую технику. Вам, допустим, нужны различные аппаратуры и так далее, измерительные и все прочее. То есть здесь зависимость от того, насколько по технологическому измерению имеется в виду, что вам нужно. Нужна вам какая-то техника современная или еще что-то нужно. Или вы будете по устаревшей технологии работать. То есть зависимость от того, каким бизнесом вы будете заниматься. А что такое функциональное измерение? Что именно может наш товар? Да, функциональное измерение. Например, в тандыре можно только лепешки испечь и самсу испечь. Допустим, вы изготовили какой-то станок, будете продавать или изготавливать, или какую-то технологическую линию. Там она может быть многофункциональной. То есть помимо того, что будет производить вот эту продукцию, то она может еще что-то делать. То есть насколько много функций может производиться на данный ваш бизнес, насколько функционально может быть измерим. И потребительское измерение. А что такое потребительское измерение? Потребитель купит ли товар и будет его использовать в этом смысле? Ну, потребительское измерение, например, если тоже вот на нашем примитивном примере рассматривать, лепешки всем нужны. То есть мы будем покупать лепешки уже практически весь и все население. Если у нас, допустим, сколько у нас миллионов, там 35 миллионов, да, или 33 миллиона. Мы все кушаем лепешки, мы все будем 33 миллиона покупать. А если, допустим, у нас какой-то сложный бизнес, там связанный, вот как второй пример я привела, с медицинским оборудованием, да, то это будет покупать, допустим, только медицинские какие-то учреждения, и то не все. Правильно? То есть потребительское измерение, кто будет потреблять ваш товар, сколько будет потребляться ваш товар, то есть на кого он рассчитан, этот товар. Прежде чем что-то производить, вы же это все просчитываете, правильно? Вы же не просто так все это производите и не просто так это все располагаете на рынке для продажи. То есть это все нужно очень четко учитывать и очень четко понимать, для чего, зачем и кому. Дальше смотрим, дальше, следующий критерий. Выбор целевого рынка производится на основе анализа конкурентоспособности применительно каждому сегменту. Что значит конкурентоспособность? Тлеубаев, это кто у меня? Покажите хоть личико свое, Тлеубаев, как зовут? Так, будем считать, что вас нет на занятиях. Дальше, Ибрагим, Ибрагимов. Здравствуйте. Здравствуйте. Конкурентоспособность. Здравствуйте. Способность определенного объекта или субъекта превзойти конкурентов на занятных условиях. Молодец, правильно говорите. То есть это конкурентоспособность, это ваша, так сказать, возможность устоять на данном рынке. Даже вот на нашем примитивном примере, когда мы говорим, если вы построите два лепешечных цеха на одном месте, то есть два тандыра будут у вас рядом стоять, то будут покупать лепешки у того, у кого более привлекательный, то есть более конкурентоспособный. То есть и цена хорошая, и качество хорошее, правильно? Дальше смотрим стратегии. Какие бывают стратегии охвата целевого рынка? Это стратегия концентрации, стратегия функционального специалиста, стратегия специализации по клиенту, стратегия селективной специализации и стратегия полного охвата. Что это за стратегии? Давайте посмотрим. Что значит стратегия концентрации? Ребятки. Стратегия концентрации. Джасур Хамидов. Где Джасур Хамидов? Джасур. Будем считать, что вас нет на занятиях, я вам ставлю НБ. Гена Ятова. Стратегия концентрации, это типа базируется на низких истежках, обусловленных покупательским сегментом, и требования которого легче удовлетворить. Это вы где-то открываете эти самые, почитаете, да? Так, Азимов у нас присоединяется. Почему так поздно, когда почти больше полпары прошло? Азимов. Значит, стратегия концентрации, это вы когда концентрируетесь только на данном сегменте, который вы выбрали по тому критерию, на который вы выбираете. Функционального специалиста, это только на функциях, так сказать, и ваш целевой рынок должен опираться на это. Специалиста по клиенту, это уже вы конкретно работаете на данного клиента. А что значит селективной специализации? Слово селекция, что означает? Так, у нас Наргиз, да, Наргиз, фамилию не видно, здесь не прочитаю. Я Наргиз, где она, куда она исчезла? Наргиза. Здравствуйте. Да, пожалуйста, слово селективной, как вы понимаете? Ага. Выборочной. Выборочной, это все, наверное. Селекция, это выборка, да, выборочная специализация. То есть, когда вы уже стратегию свою делаете выборочно, то есть, для кого-то она работает, для кого-то она не работает, данная сегментация. Так, фотографии не забудьте мне сделать, отправить. Так, идем дальше. Так, вот смотрите, дальше идет выбор селевого сегмента, осуществляющийся на основе критериев сегментации потребительского и промышленного рынков. Три направления здесь имеются в виду. Три направления деятельности предприятия в целевом сегменте. Это стратегия недифференцированного маркетинга, стратегия дифференцированного маркетинга и стратегия концентрированного маркетинга. Каким образом мы будем выбирать, какой маркетинг у нас должен быть, надо так сказать, на данном сегменте? То есть, когда мы уже определились со своим целевым сегментом, мы должны определиться с конкретной стратегией маркетинга. То есть, какую стратегию мы будем выбирать. Что значит стратегия недифференцированного маркетинга? Что означает слово дифференциация? Ребята, дифференциация. Кто хорошо знает, это чисто такой термин, который близок к математическому. Дифференциация. А, ребят, кто математику хорошо знает? Кто может объяснить? Азимов, который поздно пришел к нам. Вот теперь еще Аман Джонов к нам присоединяется. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста, объясните мне вот слово дифференциация. Что означает слово дифференциация? Чего, никто не изучал математику, да, в школе? Это разделение, разведение процессов или явлений на составляющие части. Разделяя и властвуй. А дифференциация-то разделяя и властвуй? Это немножко не то. Дифференциация-то различность. Дифференциация-то ближе к слову разброс. То есть здесь имеется в виду, смотрите, когда вы выбираете вот эту стратегию, вы должны четко себе представлять, что такое недифференцированный маркетинг. Недифференцированный маркетинг – это ближе к понятию концентрированного маркетинга. То есть вы когда изучили, когда вы берете этот сегмент, то есть вы знаете, что там надо примерять недифференцированный маркетинг. Что значит применять недифференцированный маркетинг? Недифференцированный маркетинг – это значит, вы уже применяете один вид маркетинга. То есть вот на этом сегменте у вас работает только вот эта стратегия. А когда вы применяете дифференцированный маркетинг уже, здесь можно разные применить стратегии, разные подходы. То есть уже, допустим, только один подход здесь не срабатывает. А стратегия вот концентрированного маркетинга – это имеется в виду, когда вы применяете разные виды маркетинга, но концентрировано для какого-то потребителя, например, для какого-то конкретного маленького сегмента, доли сегмента и так далее. Смогла я вам объяснить, да? Дальше смотрим. Выбор стратегии определяется числом идентифицированных и потенциально рентабельных сегментов. Что значит слово рентабельный? Прибыльный. Прибыльный, совершенно верно. А корень является рента, да? Слово рента – рентабельные сегменты. То есть идентифицированные – это имеется в виду, которые имеются в виду какие-то идентификации, это близкое слово к тому, что имеет имя, конкретная, конкретная, так сказать, конкретность, идентифицированность понятия. Число идентифицированных потенциально рентабельных сегментов. Значит, то есть конкретно вы берете, конкретно вы определяете те сегменты, на которых вы знаете, что будет конкретная выгода, то есть конкретная рентабельность. И определяете ресурсами предприятия, то есть насколько данное предприятие богато ресурсами, насколько это предприятие может выполнить данную задачу. Дальше, позиционирование товара – это тоже очень, вот это вот слово позиционирование, запомните, пожалуйста, оно очень часто используется в маркетинге, и оно достаточно такое емкое понятие в маркетинге. Позиционирование товара – это разработки и создание имиджа товара таким образом, чтобы он занял в сознании покупателя достойное место, отличающее от положения товаров конкурентов. Вот вы можете сейчас, так сказать, на ходу вспомнить какой-нибудь товар, который очень хорошо позиционируется у нас на рынке. Вот, исходя из этих понятий, как у вас здесь написано, да, хорошее, достойное место занимает в вашем сознании. Какой товар? Быстренько. Лайло Курбанова. Где Лайло Курбанова? Ну, например, можно привести Крафферс, компанию Крафферс, нашу светскую, которую шкаловую вставить. Совершенно верно, мы все знаем, у нас сознание, оно заняло определенное место, правильно говорит Хайот. То есть, какие еще можете привести примеры? То есть, это когда идут конкретные вот такие рекламы, которые, конкретные рекламы, которые уже, так сказать, с помощью рекламы, вернее, создается определенный имидж этого товара. И этот товар у нас, ой, что-то я не туда, не то сделала. Этот товар у нас сохраняет определенное место у нас в голове. Согласны с этим, да? Позиционирование может быть основано на отличительном качестве товара, выгодных от приобретения товара, особым способе использования товара и отношения к конкурентному товару, ориентация и определенной категории потребителей, развеется определенной категорией товаров. Это все понятно? Так, я на минуточку выключу, чтобы сфотографировать, ладно? Включите камеру, если можно, на секунду. Так, давайте продолжим. Так, вот смотрите. С этим все понятно, да? С позиционированием. Так, у меня такой вопрос к вам, ребята. Почему вы до сих пор не заходили на Moodle и не сдали промежуточный контроль? Почему с вами не работают преподаватели по семинарам? Почему вы об этом не говорите в декорации? Насчет ПК нам никто еще ничего не соговорил. Вот вам это должен говорить преподаватель по семинару. Вы скажите своему, как его, потому что я уже неоднократно говорила, они с вами не работают. Причем тут, поэтому вы об этом должны сказать своему куратору и непосредственно сообщить деканат, что с вами не работают преподаватели по семинарам. Они обязаны у вас принимать ваши самостоятельные работы, они обязаны проверять все, что вы ставите на своей странице в Moodle. Вы вообще какие-нибудь самостоятельные работы выполняете на платформе? У вас же есть там своя страница, куда вы должны все это располагать. Если нет, то требуйте у своего преподавателя по семинарам, так же не пойдет. Все уже группы практически сдали промежуточный, вы еще не сдали. Я вчера специально зашла проверять, еще ни одной попытки не было, там написано ноль попыток. То есть из 25 человек еще ни один не пытался даже сдать промежуточный. Вы сообщите об этом деканат, что у вас не работает преподаватель. Почему я должна постоянно о вас переживать? Моя задача прочитать лекцию как лектора и все, остальное должен делать преподаватель по семинарам. Такие вопросы давайте обсудим, пока не отключился зум. Какие проблемы у вас? Вы что-нибудь вообще делаете по практическим? Если вы ничего не делаете, ваша оценка не выйдет. Вы почему-то оценка не переживаете. Если вам это не хватает, пишите мне в телеграм. Там ваши, по-моему, кстати, преподаватели по практике тоже сидят в нашем телеграм-канале. Пишите, требуйте. За что вы платите деньги? Хорошо займемся. Прошло два месяца. Кто что сделал? Скажите мне. Тесты решили. Задания некоторые делали. Некоторые. Кто делал задания, кроме Хайота?